После шести долгих месяцев утомительной, скучной боковой консолидации, похоже, что уже в следующем месяце все это может подойти к эффектному финалу. К сожалению, есть еще возможность для одного большого падения и окончательного слива альткоинов. Хорошая новость заключается в том, что это, наконец, может ознаменовать дно альткоинов, завершение биткоин сезона и начало того, чего все так ждут, альткоин сезона. И в этом видео я рассмотрю всего три графика, которые объясняют то, что нас может ожидать в ближайшие месяцы. В сентябре, октябре и ноябре. В сентябре, как мы уже поняли, может быть финальный слив альткоинов. Но кроме этого, нас может ожидать первое снижение процентной ставки ФРС США. И оно может быть совсем не таким веселым, как все ожидают. Но есть и хорошие новости. Но прежде чем мы перейдем к ним, не забудьте передать за проезд. Проезд у нас стоит один лайк коин. Это помогает каналу двигаться вперед, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо за поддержку в это трудное для Ютуба время. Итак, сначала начнем с важного события, которое произойдет в следующем месяце. Первое снижение ставки ФРС США 18 сентября 2024 года. Рынок дает 67% вероятности, что это будет снижение ставки на 25 базисных пунктов. И 33%, что сразу на 50 базисных пунктов, то есть на полпроцента. И если мы хотим, чтобы экономика росла и как следствие росли и цены на криптовалюты, то нам нужно сокращение ставки на полпроцента. Шансы довольно приличные, хотя я думаю, что ФРС скорее всего снизит ставку на 25 базисных пунктов, то есть на четверть процента. Люди думают, что снижение ставки это хорошо, ведь оно означает возвращение Центрального банка к политике количественного смягчения, при которой экономику заливают дешевыми деньгами. А чем больше дешевых денег в экономике, тем выше растут активы. Что ж, это правда, однако это не произойдет так быстро, как все думают. Это не будет моментальным ответом на первое снижение ставки. Когда ты едешь на полной скорости и резко тормозишь, стоит ожидать, что ты можешь удариться лбом о лобовое стекло. Это график процентной ставки ФРС США с 1998 по 2024. После большого краха ставок в 2020 году процентные ставки выросли рекордными темпами до отметок выше 5%. За последние 27 лет это один из самых высоких уровней процентной ставки. И уже достаточно продолжительное время мы находимся на этом уровне. Где-то с августа 2023 года. Мы уже видели такое несколько раз в прошлом. Вот здесь и вот здесь. Процентные ставки тогда тоже достигали отметок в 5-6%. И что же произошло тогда? Посмотрите, что произошло с рынком после первого снижения ставки вот здесь. Это был печально известный крах доткомов. И масштабная рецессия, которая здесь обозначена серым столбиком. Так что большая рецессия наступила сразу после первого снижения ставки. Следующее первое снижение ставки произошло вот здесь, в 2008 году. И даже при растущей тогда ликвидности нас все равно ожидала глобальная рецессия. И глобальный финансовый кризис. Рынок, в том числе и криптовалютный, взорвется тогда, когда цикл снижения процентной ставки будет завершен. И именно тогда в условиях уже низких ставок наступит время огромного бума, когда вся эта дешевая ликвидность будет взрывать биткоин. Вернемся в 2008 год. Перед этим они повысили ставку до 5%. И некоторое время держали ее на таком уровне. Затем было совершено первое снижение процентной ставки. Что и привело к рецессии серый столбик. Почему? Потому что перед этим они поставили экономику на паузу. Они сделали деньги очень дорогими для заимствования. И это продолжалось достаточно долго для того, чтобы что-то успело сломаться. Поэтому первое снижение ставки обычно происходит в тот момент, когда дела идут не очень хорошо. И сегодня мы снова видим ставку выше 5%. И на этом уровне она находится уже год. Так же долго, как и вот здесь, перед 2008 годом. И мы точно так же, как и тогда, тоже находимся в самом конце цикла процентной ставки, которая готова снижаться. Даже Джером Паул об этом говорил. Если история повторится, может произойти жесткая посадка. И именно это может привести рынок альткоинов к этому финальному проливу, который изображен на этой схеме. Это первый график. Вторая диаграмма описывает сезонность биткоина с 2013 года. Исторически мы можем видеть, какие месяцы хорошие, а какие плохие. В самом низу средние значения и медианные значения. В среднем, как мы видим, подавляющее большинство месяцев в криптовалюте положительные. Так обычно январь является хорошим месяцем. Февраль, март, апрель, май тоже достаточно позитивные. А вот июнь исторически в среднем был не самым удачным для криптовалюты. Затем июль и август тоже в среднем хорошие. Хотя медианное значение для августа составляет минус 8,13%. И вот, наконец, сентябрь исторически показывал среднюю доходность в минус 4,78%. Медиана и того хуже минус 5,58%. Затем начинается четвертый квартал года, в котором октябрь, ноябрь и декабрь в среднем были очень позитивными. Причем октябрь и ноябрь даже очень позитивные. Это самые позитивные месяцы исторически. Так, например, ноябрь в среднем показывал доходность в 46,81%, а октябрь 22,9%. Но вернемся к сентябрю, который уже на носу. Средняя историческая доходность этого месяца для биткоина почти минус 5%. Из 13 последних сентябрей только 3 были зелеными и 10 были красными. Так что шансы на красный сентябрь, учитывая историю и возможное первое снижение процентной ставки ФРС США в сентябре, составляют 76,92%. Однако положительный момент в том, что октябрь и ноябрь являются самыми лучшими месяцами для криптовалюты. Вопрос. Когда криптовалютный рынок падает? Кто из них падает больше? Биткоин или альткоины? Естественно, альткоины. Если сентябрь окажется негативным для биткоина, можно с уверенностью предположить, что для альткоинов все будет еще хуже. Но это высказывание верно и в противном случае. На булране альткоины дают гораздо больше процентов, чем биткоин. И, наконец, третий график – это эфириум против биткоина, то есть цена эфира, выраженная в биткоине. Эфириум является отличным прокси для рынка альткоинов. Если этот график растет, это значит, что альткоины чувствуют себя очень хорошо и превосходят биткоин. А когда этот график рушится, когда он падает, это означает, что теперь у биткоина все хорошо по сравнению с альткоинами и эфиром. И мы видим, что последние пару лет эфир сильно страдает по отношению к биткоину, биткоин доминирует над ним. Но все это, очевидно, циклично. Бывают времена, когда эфиры альткоины превосходят биткоина, бывает, что биткоин превосходит их. Поэтому большой вопрос в том, когда же, наконец, закончится биткоин-сезон, который длится уже так долго, буквально с начала 2022 года. Когда мы достигнем дна по альткоинам и когда уже начнется следующий альткоин-сезон? Когда эфириум и альта снова начнут превосходить биткоин? Что ж, этот график говорит о том, что мы уже очень-очень близки к этому моменту. Во-первых, я отметил две нижние точки, которые обозначают достижение дна альткоинами в 2017 году после масштабного роста и в 2020 году после нового масштабного роста. Вопрос в том, где будет дно на этот раз. Помните, что все это чистые спекуляции, а не финансовый совет. Теперь это вас немного обескуражит, но на этом графике я также обозначил и те моменты, когда весь криптовалютный рынок достигал своего пика. И самое интересное, что этот пик всего криптовалютного рынка не всегда совпадал с пиком графика эфириума против биткоина. Почему? Потому что обычно альткоины достигали своего пика позже биткоина. Пик всего криптовалютного рынка в том или ином цикле не совпадал с пиком графика эфириума против биткоина. Фактически пик криптовалютного рынка был вот здесь. В следующем цикле первая большая вершина цикла спустя год после халвинга была вот здесь, а затем был финальный пик вот здесь. Но эфириум и альткоины достигли пика лишь спустя месяц после этого. Что еще мы можем здесь увидеть? Мы можем взять период времени от вершины этого графика до дна этого графика в каждом отдельном цикле. Это был июнь 2017 и дно цикла наступило через два года и несколько месяцев. Что интересно, разворот начался как раз в августе-сентябре и мы сейчас находимся между августом и сентябрем. Теперь посмотрим, где этот график достиг максимума в последний раз, а именно в декабре 2021. С тех пор прошло два с половиной года. Это исторически говорит о том, что мы очень-очень близки к развороту альткоинов. Возможно, как раз после вот этого финального пролива, о котором мы говорили. Теперь обрати внимание на последние циклы. Прежде чем начать разворот, мы наблюдали три больших красных свечи подряд. Это, если что, месячный график. Одна свеча, один месяц. Здесь раз, два, три. Здесь тоже раз, два, три. И если мы посмотрим прямо сейчас, что мы увидим? Мы увидим две большие красные свечи. Это тоже намекает на то, что у нас может быть еще один красный месяц впереди. И это будет окончательное дно для альткоинов и эфириума. После чего доминирование биткоина начнет снижаться, что и приведет к росту эфириума и альткоинов, которые начнут превосходить биткоин и перейдут в настоящий альткоин сезон. Да, это видео, это предупреждение о том, что сентябрь, по моему мнению, с вероятностью почти 77% будет плохим месяцем для альткоинов. Но есть и хорошие новости. Есть множество данных о том, что октябрь, ноябрь и декабрь могут стать позитивными для эфира и альткоинов. И именно поэтому следующий месяц, похоже, станет решающим для криптовалютного рынка во всем этом четырехлетнем цикле. Во-первых, мы должны увидеть первое снижение процентной ставки ФРС. Однако, как уже говорилось, исторически это не время для большого бума на рынке. Сезонность показывает, что сентябрь не самый удачный месяц для криптовалюты. А когда ситуация на рынке ухудшается, кто падает больше, биткоин или альткоины? Естественно, альткоины. Хорошая новость заключается в том, что это, наконец, может означать окончательное дно для альткоинов. Именно после этого эфириум и альткоины снова начнут демонстрировать свое превосходство. А это означает, что возможный финальный пролив – это отличное время для покупок. И вот этот график говорит об этом. Альткоины в настоящее время находятся на уровне «продай дом, чтобы купить больше». Но я так не советую делать, конечно. Это просто образная формулировка. И вот этот график тоже говорит нам об этом. Это процент альткоинов, которые превосходили биткоин в последние 90 дней. Мы видим, что мы повторяем сценарий 2019-2020 годов. В 2019 году мы достигли дна вот здесь, где красный круг. Затем у нас был первый пик вот здесь, где синий круг. После этого мы наблюдали вот эту коррекцию. И уже затем мы пошли на второй пик, где зеленый круг. Теперь посмотри, что происходит в этом цикле. Сейчас мы находимся на стадии вот этой коррекции, которая была вот здесь. Уже пройдя и красный круг, и синий круг. Впереди остался только зеленый. Однако помните, все это не гарантировано. Криптовалютный рынок будет делать то, что он будет делать. И часто это невозможно спрогнозировать на 100%. Поэтому это всего лишь спекуляции. Но как по мне, сейчас хорошее время для того, чтобы накапливать альткоины. И для меня любой исход будет приемлем. Если у нас будет большая финальная просадка, я куплю. А если мы полетим сразу, то я зафиксирую прибыли. Меня зовут Богатейший Ди, и мы увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok